Евро-2016 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 И президент футбольного клуба, он должен ходить на игры и основного состава, и дублирующего, и находить время посещать тренировки мальчишек, особенно старшего возраста, видеть их и так далее. В нашей команде были Рязанцев, Паша Голушев, Набабкин, и они трижды были призерами подряд, в общем-то, чемпионаты среди молодежных команд, и многие из них влились, в общем-то, и сегодня играют в основных составах команд взрослых, вот, тот же Сухов и многие другие. Вот, поэтому я хочу сказать, что вместе должны работать менеджмент и тренеры, вот, и вообще клубное разделение, оно очень условно. Несомненно, нет, я с вами согласен, оно очень условно, но ведь у ребят из Академии, у них своя подготовка, да, свои турниры, они там, в основном, в выходные играют клубную лигу, там, в середине могут играть кубок и так далее. У основного состава, там, каждодневные тренировки, да, а потом они могут на выезде быть. Я говорю о том, вот, каким образом они пересекались так часто, это было решение ваше? Безусловно, это, смотря какие задачи ставит руководство. Я ставил задачу, чтобы Слуцкий собирал, будучи молодым человеком, вы не представляете, через какое неприятие ему пришлось вначале пройти, когда он приходил, и все на него смотрели, думали, ну, кто такой, 34 года, а он там им ведет семинары. С дерева, да, да. Да, кошку доставал, там, все эти байки, вот, но с течением времени, в общем-то, люди прониклись к этому. Задача была приходить в Академии в детской, в детской душевской школе нашей, собирать тренеров и разговаривать с ними о футболе, и рассказывать, в общем-то, о тактике, о каких-то других вещах. Ведь Слуцкий прошел снизу вверх, он прошел от детской команды, Олимпия, до молодежной команды, поработал. Потом уже 34 года я его назначил главным тренером команды премьер-лиги. Мне все говорили, что я сошел с ума. Вот, от кого мы сейчас будем винить. Да, 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 да. Ну, винить меня можно, но, скажем так, последние три года он стал до дважды чемпионом, и в конечном итоге, в общем-то, назначен был главным тренером национальной сборной. Другое дело, то, что, конечно, очень тяжело и очень сложно совмещать работу и в клубе, и в сборной. Несомненно. И не только по времени, но и в эмоциональном плане. И мне кажется, что в какой-то момент Леонид Викторович, может быть, не совсем эту ситуацию выдержал. Не, может быть, может быть. Я сейчас немножко хочу понять вот другую ситуацию, вот ту самую структуру, которую вы создавали тогда в футбольном клубе «Москва». И, во-первых, почему вы это делали? Почему вот у вас возникли вот тогда именно эти мысли? Потому что вы правильно сказали, что кто он такой, пришел. А ведь в Академии футбольного клуба «Москва» работали все бывшие футболисты. Да, абсолютно верно. Игравшие в «Торпедо» не в те времена, которые сейчас «Торпедо» переживали. А в высшей лиге. А в высшей лиге и на хорошем уровне в Еврокубках играли. Да, абсолютно правильно. Так, вот это Слуцкий сам довел? Или вы тоже проводили какую-то работу, чтобы его стали уважать? Нет, нет. Ну, в любом случае, когда, условно говоря, президент или генеральный менеджер назначает главным тренером какого-то там человека, понятно, что он берет и на себя ответственность. Понятно, что его задача создать наиболее благоприятный фонд для этого человека. И понятно, это должно быть и в прессе, это должен быть и пиар, и прочие все моменты, которые создадут ему благоприятную обстановку. Вот. Такая же ситуация была и в клубе. Но с течением времени его работы в него поверили и менеджмент. Ведь в отличие от многих тренеров, которые прошли советскую школу, и у которых работа начиналась перед разминкой, заканчивалась через два часа после тренировки. У него он приезжал в клуб после тренировки или перед тренировкой, если это была вечерняя. Он работал, обсуждали, говорили и так далее. У нас в клубе вот такой был творческий бульон. Вот. И без этого, я считаю, абсолютно невозможно решать серьезные вопросы. И ему было дано задание, чтобы он работал и потом с тренерами молодежи. Он приезжал практически, когда была такая возможность, на все игры молодежной команды. И два раза в неделю, раз в две недели он обязательно участвовал, как я уже говорил, в семинарах с тренерами в Академии. Да, это очень круто на самом деле. И вот хотел бы вас еще спросить, каково работать в клубе, у которого нет болельщиков? Легко и просто. Потому что, понятно, ясная, четкая задача, чтобы этих болельщиков можно было больше. Клуб, как вы понимаете, если понимаете, силен не тренером и не каким-то одним человеком или тренерским штабом. В конечном итоге он пришел и ушел. А клуб силен именно менеджментом и клубом. Одна из самых главных составляющих – это селекционная служба. Это также маркетинговая служба. Это служба по работе с болельщиками. Задача по работе с болельщиками – чтобы их было как можно больше. Мы ходили, футболисты все ходили по школам, по больницам и работали с ребятами. И мы уже к концу моей, скажем так, через несколько лет работы наш стадион заполнился практически даже не на рейтинговые матчи. И еще я вспоминаю очень часто, каково, на ваш вопрос, каково работать, когда нет болельщиков. Я как-то Червиченко Андрею сказал, Андрей, как я тебе завидую, что у тебя столько болельщиков. Он мне сказал, Юра, это я тебе завидую, что у тебя нет болельщиков. Это понятно. Червиченко есть от чего волноваться. Вас так в Ростов не отправляли, как его. Но я напоминаю, что у нас сейчас гостевой эфир. В гостях спортивный функционер, президент компании «Футбол-маркет» Юрий Викторович Белоус. Человек известный нам в большей степени проводит в футбольном клубе «Москва». Там были и другие клубы, но, наверное, в меньшей степени. Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей. Но я вам скажу, что впереди достаточно много интересного и про Слуцкого, и не только про него. Помогает лучше Мельдония. Роман Вагин и его камбэк на Спорт-ФМ. Каждый будний день в 21.00. Неизвестные герои, удивительные звонки, фирменные конкурсы и юмор на Палмам. Передайте друзьям и родственникам. Сообщите на работе. На Спорт-ФМ этим летом будет жарко. Оффсайд-шоу с Романом Вагиным на Спорт-ФМ. У нас гость на Спорт-ФМ. Я ведущий Алексей Золин. В гостях у нас спортивный функционер, президент компании «Футбол-Маркет» Юрий Викторович Белаус. Юрий Викторович, мы начали наш разговор про Леонида Слуцкого. Про то, как все было устроено в футбольном клубе «Москва». Как Слуцкий в эту ситуацию поднимался. Вы сказали, что он тренер клубный. Значит, он не тренер сборный. Вы знаете, это его первый опыт. Может быть, со временем он его все-таки повторит. Потому что мне, если Леонид Викторович действительно уйдет, то, как он заявил, я все-таки думаю, это серьезное его заявление. То есть это что-то слово, да? Ну, думаю, да. Я думаю, что даже судя по косвенным признакам, а косвенные признаки – это то, что Гончаренко приходил в ЦСКА, и Гончаренко ушел. Ушел, да. Да, насколько я понимаю, там речь шла о том, если Слуцкий остается в сборной, Гончаренко будет руководить командой. Коль так произошло, то, думаю, конечно, он уйдет в ЦСКА. Но мне жаль, потому что даже я Леонид Викторовичу говорил как-то в приватном разговоре, что, на мой взгляд, для любого тренера нет ничего выше и круче, быть тренером национальной сборной, особенно на чемпионате мира, который приходит дома. Это несомненно. Это вообще будет на какое-то время, наверное, второй человек популярности в стране. А кто первый? Давайте не будем об этом спрашивать, да? Да. Но я бы хотел вот еще что спросить. Вот обратите внимание, вы сказали тут про косвенные признаки. Вы же хорошо знаете наш футбольный рынок, в том числе и тренерский, да? И название вашей компании само за себя в этой ситуации говорит и так далее. Вот вы говорили про Гончаренко, который приходил, не дождался, что Киев уйдет, и сам ушел, ушел в Уфу. У меня возникает вопрос. А почему? Зачем тогда звали Гончаренко, когда, допустим, очень долго успешно руководит молодежной командой Александр Гришин? Свой? Ну, знаете, ни журналисты, ни даже специалисты, эксперты, которые не находятся внутри клуба, они не могут знать всех нюансов и аспектов. Лучше всего знает об этом тот человек, который ежедневно, не по совместительству, а ежедневно возглавляет клуб. И особенно, если этот клуб частный, если он тратит свои деньги, то, конечно, он наиболее заинтересован в эффективном управлении этим клубом. Вот поэтому, я думаю, есть какие-то моменты, нюансы, которые мне в свое время позволили тренера молодежной команды поставить главным тренером, а здесь какая-то другая история и ситуация. Понятно. Идем дальше. Идем дальше. Я вам в шутку предложил сейчас, когда наши ребята играли в киберфутбол, набрать им игроков для сборной. Да. Вот у нас впереди чемпионат мира. 2018 года. Повторюсь, вы знаете всех игроков. Наберите нам сборную. Нет, ну это очень серьезный вопрос. Я этого не буду делать не потому, что у меня нет предложений, а потому, что надо прежде всего не игроков набирать, а вначале определиться с тренером. У меня должна быть своя концепция. Под эту концепцию надо набирать игроков. То есть, у него должны быть определенные понимания модельных характеристики этих игроков, как он будет играть, в какой футбол и так далее. А не так, набрать игроков и поставить главного тренера. А можно же и так? Не так, нельзя. Как нельзя? Потом придет тренер, скажет, они мне не нужны, эти игроки. То есть... Как в клубе это бывает, да? Нет, нет, я все понимаю, но смотрите, ну вот есть же опыт, допустим, хоккей, не футбольный, несомненно, хоккейный, да. Есть генеральный менеджер, который набирает игроков. Это очень важно. Такое есть. Набирает клуб игроков. Но, опять-таки, еще раз хочу сказать... И сборная набирает игроков? Да, я хочу сказать, все равно это должно быть делаться при тренере. Но не тренер набирает игроков, а вырабатывается концепция и под концепцию набираются игроки. Их может набирать генеральный менеджер и вместе со селекционным отделом и так далее, но, конечно, вместе, в очень тесном контакте с главным тренером. Но в то же время, да, то есть генеральный менеджер сам должен разбираться в виде спорта, который... Безусловно. Безусловно. Мне очень жаль, что в том же хоккее Игорь Ларионову не дали возможность набирать игроков, когда приглашали его генеральным менеджером. Он сказал, ну, только тогда я буду выбирать тренера и я буду выбирать игроков. И он сказал, да нет, ну что ты. Потому что ты не туда полез, да? Ну что, ну тогда до свидания. Ну и правильно сделал в этой ситуации. То есть вам в свое время давали такой карт-бланш и вы делали то, что считали нужно. Ну, мы садились с главным тренером Сослуцким. Он абсолютно вменяемый, адекватный, умный человек. Мы представляли позиции, которые мы можем усилить. Мы примерно, я прикидывал, какой бюджет мы располагаем. Мы писали модельные характеристики и по всему миру мы не пользовались агентами. Мы вначале искали футболистов, а потом уже выходили на их агентов, договаривались и так далее, и тому подобное. Вот на мой взгляд, это единственная правильная модель комплектования футбольного клуба. Ну, а есть же, да, там агенты, которые ходят и сами предлагают своих игроков. Да, агенты ходят, бродят с папками, с огромными резюме, листовками и так далее. Я хочу сказать, что такое бывает только в тех клубах, их принимают и пользуются. Нет, агенты нужны всегда. Но начали надо определиться с футболистом, а потом выяснять, есть ли у него агент или нет. Если есть, надо тогда его привлекать к работе. А если у клуба нет селекционной службы или она в зачаточном состоянии, вот тогда, ну, тогда эти люди, менеджеры так называемые, они пользуются этими агентами, агенты ходят им, втюхивают этих игроков. Ну, просто говорят, что агент это тот же юрист, который помогает там какие-то прописать детали контракта. Ну, какой агент юрист? Юрист это юрист. Дело в том, что агенты, агенту рознь. Если кто-то помогает молодому талантливому парню с 16 лет пробиваться наверх, потому что ему тяжело, это да, честь их была. Вот, условно говоря, кто-то пришел, привел там Жиркова, да, из Тамбова. Вот, и водил. Вначале в этот Спартак пришли, потом в Торпедо Металлург пришли. Тренеру сказали, тренер сказал, да нет, откуда в Тамбове могут быть хорошие футболисты и так далее. А потом, в конечном итоге, в ЦСКА. Вот я понимаю, это агент или менеджер этого футболиста и так далее. Он ему помогает и работает. У нас в гостях Юрий Викторович Белоус, футбольный функционер, президент компании «Футбол Маркет». Встретимся после новостей. Реклама. Как жить в мире с собой? Жить в мире Митина. Жилой комплекс «Мир Митина». Квартиры в Москве у метро от трех с половиной миллионов. Для тех, кто ищет гармонии во всем. 2-6-6-4-2-6-2. Код города 4-9-5. Проектная декларация на мирмитина.ру. О, Рождествено. Когда Антон Палыч Чехов, работая врачом, прижигал ранку пациента йодом, тот говорил. Палыч жжет! А Петрович жжет, когда предлагает дверное полотно остекленное вердо С-17 всего за тысячу восемьсот пятьдесят рублей. Строительный торговый дом Петрович объявляет акцию «Петрович жжет». Подробности на Петрович.ру Цены действительно до 31 июля. Количество товара ограничено. ООО СТД Петрович, СПБ, улица Садова, 46, Литеровая, УГРН, 106-784-754-56-55. Обошел одного, второго, удар, гол! Счет 300 тысяч в вашу пользу! Легендарная Тойота Камри на уникальных условиях. Только до 30 июня в Тойота Центр Битца, Левобережный, Лосиный остров, Каширский, Серебряный Бор и Рублевский. Звоните сейчас 151-2373, 151-2373, Код Москвы 495. Узнайте о возможных привилегиях на сайте toyotavc.ru при поддержке ООО «Тойота Мотор». Играй красиво, болей громко! Праздник футбола со «Спорт-ФМ» с 10 июня на Арбате в «Хард-Рок-Кафе». Трансляции матчей, розыгрыши призов и другие сюрпризы. Слушай футбол на «Спорт-ФМ». Смотри в «Хард-Рок-Кафе». 18+. Вот это я удачно в «Либерти Страхование» позвонил. Сэкономил на «Каско» целых 15 тысяч рублей. Не спешите продлевать свой полис «Каско». Узнайте о специальных ценах на «Каско» в «Либерти Страхование». 495-363-12-12. Сравните цены за 2 минуты. 495-363-12-12. Доставка полиса и аварком бесплатна. 495-363-12-12. «Либерти Страхование.АО». Эдик, вези тележку, а я пойду еще за одной. Мама, ну ты же обещала, что купишь вилки и все. Мама обещала, мама купила. И вилки, и все. Не откладывайте, покупайте. Распродажи в Икеа с 23 июня по 27 июля. Грандиозный шопинг в салонах женской одежды Катерина Лемон. С 21 по 25 июня. Скидки до 70%. Уникальное предложение для ярких, стильных, модных. Лето будет жарким. С Катерина Лемон. Подробности на катериналемон.ру Мечтал жить на улице Лобачевского? Хватит мечтать. Пора жить. Жилой комплекс Лобачевский сдается уже в этом году. А квартиры по старым ценам от 170 тысяч рублей за метр. ЖК Лобачевский от компании Бесткон. 495-909-0101. Проектная декларация на bestcon.ru В лишней стороне одна пробка от казарного переулка до Пречистинской навежды. Благодарим портал Яндекс.Пробки. Выбирайте пути объезда. СПОРТ-ФМ Гостевой час на СПОРТ-ФМ. Я ведущий Алексей Золин в гостях спортивный функционер, президент компании футбол-маркеты Юрий Викторович Белоус. Юрий Викторович, мы уже с вами много о чем побеседовали. Вы говорили, что вы искали игроков по всему миру. Как вы это осуществляли? И как вам удавалось привозить таких в меру талантливых ребят, которые потом кто-то в чемпионате Испании выступал, в чемпионате Италии, там, допустим, того же, там, Бариентосу? Я уже говорил на эту тему. Мы садились главным тренером и говорили, какие линии, какие позиции необходимо усилить. Дальше мы писали определенные модельные характеристики или, там, скажем, какими качествами должен владать этот футболист. Начиная от возраста и заканчивая там его физически, скорость, игра головой. Он должен, смотря на какой позиции играет, там очень много всяких перечень, там, или левоногий, там, правоногий. С ударом, без удара, да. С ударом. Ну, желательно, конечно, чтобы он бежал как болт и бил с двух ног как пыли. И, ну, таких где возьмешь. Дальше мы понимали прекрасно. Дальше мы понимали прекрасно, что, ну, те футболисты, которые играют в топ-5 клубах, мы уже, можно нам их уже получить. Вот. Поэтому мы понимали, что молодые, талантливые футболисты находятся находятся в Восточной Европе или находятся в Южной Америке. Соответственно, мы находили, у нас была очень хорошая селекционная служба, был очень хороший международный отдел, они приносили определенные имена, мы смотрели в начале их диски, вот, а потом выезжал кто-то из наших тренеров, селекционеров, смотрели их вживую. Потом, соответственно, желательно, если была возможность, вылетал туда, главный тренер смотрел, и в оконцовке уже я вылетал и смотрел их сам обязательно, вот, и вел переговоры. Ну, посмотрите, какую цепочку, во-первых, назвали, сколько же там миллионов их в этой Аргентине? В той же. Миллионов? Сколько же там миллионов этих футболистов? Ну, Аргентина это один из самых сильных экспортеров футболистов. Я об этом и говорю, правда. И они продают на, в общем-то, сотни миллионов ежегодно, понимаете? Да, да, да. Я об этом и говорю, да. Просто одни команды, как условно говоря, ориентируются на бразильский рынок, типа Шахтера, Донецкого, или там Киевская Динамо. Мы, в общем-то, ориентировались, так как у нас был первый брак Амонте, и он достаточно успешно играл, мы ориентировались на аргентинский рынок, у нас было заточено международный отдел, у нас было несколько ребят говорящих на испанском языке, поэтому нам в этом было значительно проще. Кстати, понятно, давайте перейдем на европейский чемпионат, да, кто-то блеснул, кто-то вот у вас порадовал, которому, допустим, будь вы в клубе взяли бы. Ну, я понимаю, что надо с тренером советоваться и так далее, но вот есть же люди, которых вот независимо от тренера хочется сразу раз и взять. Ну, вот, после того, как Албания обыграла Румынию, гол забил Садика. Я ездил, работая в Ростове год, я ездил смотреть этого Садика. Он играл в швейцарском чемпионате, мы его хотели взять, но в конечном итоге мы посмотрели и засомневались в его качествах. Но, тем не менее, когда он забил гол, я тут же отправил по WhatsApp сообщение, поздравил его агента. Он, конечно, очень доволен, потому что стоимость этого футболиста выросла. Благодаря голу? Благодаря голу, потому что нет лучшей витрины, чем чемпионат Европы или мира по футболу. Это однозначно. Ну, с этим понятно. Ну, про Садик, по поводу этого футболиста, это, конечно, речь об этом не идет, но есть очень много, конечно, интересных футболистов, которые засверкали совсем по-другому. Ну, вот, например, кто знал, что Рэмзи выдаст такую игру? Или Бэйл? Мы знаем, что он великолепный мастер. Теперь я понимаю, почему его интерес это так отставил президент Реала. Куда его отдать хотели? Хотели отдать, хотели каким-то образом в угоду Кричану Роналду там сместить его позиции или там что-то еще сделать, но вот в этом плане очень здорово вмешался президент футбольного футбольного клуба Реал и, конечно, меня, в общем-то, Бэйл, ну, во много, я знал, что он супер мастер, но то, как он вчера отыграл, ну, правда, он сам вчера сказал, что это была моя лучшая игра. Нет, ну, может быть, он мог так сказать, да, но просто, когда тренер сборной России, которого Слуцкий взял себе помощником, Лохнин заявляет, что был прямолинейный, да, а потом он выдает вот такой концерт, да, причем на протяжении всего матча, когда у Эльс устраивала ничья, они бежали и бежали и вперед, бежали и били, бежали и били, если бы не Акинфеев, набили бы нам гораздо больше. Ну, трудно с вами не согласиться, и более того, я хочу сказать, что я считаю, что Ленин Слуцкий это тактически очень прекрасно подготовленный тренер, но то, что Уэльс переиграл и тактически нас, я уж не говорю, с позиции футболистов, они все оказались сильнее, один в один. Это несомненно, на мой взгляд. Да, к сожалению, да, хотя мы это вдруг считали, что может быть и нет. Но давайте посмотрим на это все с другой стороны, да, тут Уэльс оказался сильнее, тактически, не тактически. Слуцкий, вот он сам к себе склонен к авантюрам? Помните вот это в его, допустим, работе? Нет, нет, я не думаю. Он все-таки системный тренер, он придерживается системы, мы как-то с ним говорили, он говорит, ну, лучше плохая система, чем вообще никакой. Вот, не, ну, это может быть так, как-то звучит не очень странно, но если никакой системы нет, это говорит о том, что у тренера вообще нет никакого представления, как он будет играть. Тогда непонятен состав на последнюю группу. Ну, вот видите, я думаю, что немножко Леонид Викторович все-таки считал, что надо с позицией атаки, наступления, а, в общем-то, доминировать в этой игре, а получилось все с точностью, да, наоборот. Нам можно было 1-0 выиграть, и все равно, когда этот забить был. Ну, безусловно, это мы сейчас сильны тем, что если бы до Кабы, вот надо было от обороны, сейчас я слышу, и президент Спартака говорит о том, что мы только могли от обороны, сейчас всем хорошо, а когда говорили, опять зачем нам этот состав, опять-таки, зачем нам то и сё и так далее, давайте вернем головина на Эйштеттера и так далее, вот, все это, конечно, было бы смешно, если бы не так грустно. Вот, мы не способны на сегодняшний день, были несостоятельны, вот, с позицией креативных, с позицией, в общем-то, наступательных, на равных играть с Вольтсом, за что и поплатились. Поплатились, несомненно, но, с другой стороны, я напоминаю, что у нас в гостях, спортивный функционер, президент компании «Футбол-маркет» Юрий Викторович Белоус, с другой стороны, вот, Головин, он готов был к Евру? Ну, вы знаете, ну, а кто у нас из молодых ребят еще? Ну, ведь Головин, футболист, который, что у нас, у нас команда самая старая практически. Я, не, ну, а что мы таким, может, Головина взяли, чтобы только возраст исправить? Да нет, но он удачно сыграл несколько игр за ЦСКА. Да. Понятно, что в этом возрасте парень не может быть лидером. Понятно, что в конечном итоге было бы правильно, если бы он там выходил на 15-20 минут его впускать, не в основном составе. Но, я хочу сказать, это мы можем здесь в студии говорить об этом, да, или где-то на лавочке, щелкая семечки, но только тренер может видеть, кто как готов, кого выпускать, какую систему, и так далее. Если он выигрывает, то, как говорят, выиграют футболисты, выиграют команды. Если проигрывает, проигрывает тренер. Вот, в данной ситуации, да, мы проиграли. Проиграли крупно, на мой взгляд, с ошибками, вот, серьезными. Но, в данной ситуации, что мы можем? Мы можем только сейчас говорить со слагательным наклонением, что было бы, если бы мы играли от обороны. Хорошо. Давайте, так, уже все случилось, мы уже проиграли. Это спорт. Это спорт, здесь нечего даже ничего придумывать. Но, вот, насколько Леонид Викторович способен выходить вот из такого состояния? Ну, для него это первый опыт, скажем так, такого эмоционального давления. Да. Это же надо иметь в виду. Настолько мощного, Я неоднократно говорил, что для тренера национальной сборной во время Арагунас, когда он не брал Рауля, Да, они стали чемпионами. Да, его там как только не склоняли. И на семинаре он сказал, вы знаете, самое главное для тренера национальной сборной это умение держать удар, стресс. Вот. так, Арагунас был освобожденный. Да, несомненно, А у нас получается, что у нас и президент федерации футбола неосвобожденный. Поэтому всем разрешается совмещать. И главный тренер неосвобожденный. Ну вот мы и получили по полной программе. Ну то есть все-таки в этом кроется, да, что-то? У нас мелочей здесь нет. Я говорил, что менеджмент и тренеры и тренерский штаб они в одной связке находятся вот и несут полностью ответственность за то, что происходит. Понятно. спортивный функционер, президент компании футбол-маркет Юрий Викторович Белаус у нас в гостях. У нас есть еще немного времени для того, чтобы побеседовать. Все это мы сделаем после выпуска новостей и еще немного поговорим про европейский футбольный чемпионат. Не хватило там, я не знаю, чего, удачи, может быть, для их реализации. Немцы там как раз на мастерстве, на опыте забили два мяча, выиграли. А что случилось во второй игре? Сборная Украины просто не двигалась и первая вылетела с Евро. Я очень сожалею, это была вторая команда, за которую я действительно, которая симпатизировал. Я думаю, да, в принципе, как и все наши соотечественники. Вот. Но, что можно сказать? Они мне напомнили команду Румынии, которые блестяще начали играть с французами. И мы, многие из нас восхищались, как они здорово играют, какие передачи, какой темп и так далее. Значит, что-то было неладное в подготовке, что-то было неладное в мотивации, не в финансовой мотивации, а вот именно в том, чтобы игроки выкладывались, потому что Северная Ирландия это не самая сильная команда далеко. Вот. Но что-то не сложилось. И тут, вы знаете, как опять мы говорим, не может быть мелочей. Мы помним этот раздрай, который был между шахтерами Динамо Киев. Мы знаем, какие проблемы у Днепра. И, безусловно, все это, вот на мой взгляд, сто процентов отразилось на сборной Украины. При наличии, скажем так, двух игроков международного класса, Ярмоленко и Коноплянки, эти игроки, которыми мы такими футболистами в нашей сборной не располагаем. Я очень надеялся, я думал, что Украина выйдет, ну, как минимум, со второго места, но получилось все, к сожалению, с точки зрения наоборот. Что не выйдет из третьего. Даже с третьего. Не выйдет из третьего, причем это единственная команда, которая вылетела уже после второго тура. Да. Окончательный, бесповоротный. Юрий Викторович, какой вариант еще у нас в 18-м году чемпионат мира? Что нам делать? Понятно, что нам сейчас найти надо тренера и так далее. Во-первых, нам, что нужно делать? Может быть, это прозвучит немножко странно, но очень надеяться и делать все для того, чтобы у нас его не отобрали. Учитывая политическую обстановку, которая в мировой политике, которая существует, у нас. Вот. И второе, блестяще готовится к проведению чемпионата мира. Строить необходимые объекты, делать все необходимое, всю инфраструктуру, и поля, и гостиницы, и аэропорты, и железнодорожные вокзалы, и прочее, прочее. Инфраструктуру строится? Это, ну, вы знаете, где-то строится, где-то нет. Вот. Ну, и, конечно, надо в самое ближайшее время разобрать все эти ошибки. Я надеюсь, что Линд Викторович сможет доложить тренерскому совету и вообще широкой футбольной общественности свое видение, почему так все это произошло, потому что он человек не только с позиции тренера, но и с позиции, в общем-то, футбольного специалиста может оценить, какие у нас недочеты есть. Ну, и второе, конечно, президенту Российского футбольного союза, на мой взгляд, необходимо создавать встроенную систему и концепцию, потому что не просто принимать умозрительные программы, а создавать программы, которые подтверждены финансами, и, в общем-то, развивать футбол. Мы уже опоздали, осталось всего два года до начала чемпионата мира, но, тем не менее, создавать единый коллектив и единый штаб, который будет работать над тем, чтобы наша сборная успешно выступила. Ну, вы знаете, вы смотрите, да, выступление молодежное нашей сборной. Вот обратите внимание, да, то есть назначают хамуху, который что-то выигрывал с юношескими командами, да, назначают его на пост главного тренера молодежки, а потом, бац, возвращают Писарева, не дав ему доработать даже один цикл. Да, более того, опять совместители. Опять совместители, И тренер молодежной команды. Ну, вот эта тенденция у нас теперь, что ли, у нас в хоккее, футболе, все все совмещают. Ну, у нас много тенденций, вот, но что нам нужно делать? Нам нужно, прежде всего, менять, в общем-то, систему подготовки в детско-юношеском футболе. Надо повышать уровень тренеров. Что не так? То, что тренеры, которые тренируют детей и юношей, они стараются, чтобы они не развивали. Вы посмотрите, вчера у нас в игре никто в один-в-один никого не обыграл. Ни разу. Они технически не готовы. Не готовы. Они становятся перед игроком и пытаются где-то что-то сделать. Потом разворачиваются, дают мяч назад. Ну что, не, ну, смотрите, ну, у нас вообще, я знаю в нашем футболе только двух человек, которые не боятся обыгрывать. Они оба молодые. Это Головин и Давыдов. Ну, есть и другие, которые это пытаются делать. Тот же Касаев. Вот. Как бы, ну, за счет рывка. За счет рывка, да, за счет, не, ну, дриблинга там и так далее. Вот. Тот же Смолов иногда пытается это все сделать. Но это мы говорим о том, кто. Но у нас в системе этого нет. У нас, как только дети начинают водиться, в 10, в 11 лет им тут же тренеры кричат, давай пас, не держи мяч, и так далее. Дети лет до 14 должны играть в свое удовольствие. Но у нас этого нет. У нас этого нет. У нас с 9 лет соревнования. Да, у нас соревнования, у нас тренеры кричат, порой кричат особыми словами, для того, чтобы... Матом? Ну, матом, да, скажем, не будем скрывать это, вот, для того, чтобы каким-то образом воздействовать. У нас много есть чего такого, которое надо менять. У нас вот эти несколько минут, которые остались эфирного времени, они не дадут возможность нам все это делать. Это понятно. Ну, тогда скажите, вот, вы же знаете состав вот этой нашей сборной, кого бы вы видели на чемпионате мира 18-го года из тех, кто был во Франции? Или, может, назовете, кого бы вы не видели? Ну, тем, кому сегодня 34-35, безусловно, им будет очень тяжело через два года, ведь у нас самое, скажем так, вы посмотрите, как у нас играла оборона. Даже Игорь Смольников, которому я считаю его очень высокого уровня специалистом, он... Провалил со Словакии. ...накосячил очень здорово, да и не только со Словакии. Вот. Надо искать молодых ребят сейчас, надо смотреть, кто у нас есть, какие ребята, кто в том числе и в первой лиге, кто в премьерой лиге и так далее. И надо... Ну, отвечая на ваш вопрос, я думаю, конечно, будет Акинфеев играть еще, несомненно. Тот же Головин, тот же Смольников, тот же Шатов. Вот. Эти игроки, которые сейчас все-таки приобрели определенный опыт, пускай он негативный, но они приобрели, потому что он должен быть. Вот. Ну, и думаю, добавятся многие ребята, о которых, может быть, мы еще даже не слышали. Ну, хотелось бы в это верить, на самом деле. Что сейчас пожелать игрокам сборной России? Отдохнуть хорошо? Да, они без нашего пожелания неплохо отдохнут. Понятно. Ну, они уже поехали отдыхать, я думаю. Не становиться им, нашим болельщикам, не терять веры в нашу команду. Как говорил один великий вождь, других писателей у нас нет. Пока других футболистов нам надо только предстоит найти. Будем искать. Спасибо большое, я говорю, спортивным функционерам, президент компании «Футболмаркет» Юрию Викторовичу Белаусу. В следующем части нашей программы опять гости, их сегодня много. Есть о чем поговорить. Поговорим в том числе и о том, что происходило в Марселе. Кстати, происходит и сегодня. у нас в гостях основатель Всероссийского объединения болельщиков Андрей Малосолов. Но дождитесь этого случиться, это после выпуска новостей. Юрий Викторович, вам большое спасибо и до свидания. Эфир «Спорт.ФМ» продолжается. Реклама Если вы готовы влюбиться, то нужно действовать прямо сейчас. Любовь не привыкла ждать. Отложите все на потом и следуйте зову сердца. Летите, бегите, скачите на коне или мчитесь, выжимая педаль газа на полную. Хотя все же имеет смысл добраться до вашей любви на метро, если пробки выше 7 баллов. Жилой комплекс «Бунинские лука» от группы компании «Пик». Влюбляйтесь. Проектные декларации размещены на сайте пик.ру Дома, на улице и даже в метро. Поддержи любимую команду. ГОЛЬ! Где бы ты ни был, подключи Wi-Fi ТВ на любом устройстве и участвуй в розыгрыше телевизора Sony с Android TV диагональю 55 дюймов. Не пропусти решающий момент на большом экране телевизора Sony. Срок акции с 10 июня по 10 июля этого года. Информация об организаторе и правилах количества призов в сроках мести и порядке их получения на sony.wifire.ru Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ» 620-46-64 Код Москвы 495 Победители на «Спорт.ФМ» Сборная Португалии давно пользуется заслуженным уважением среди фанатов и рассматривается на крупных турнирах как фаворит второго порядка. Полуфинал предыдущего евро, восьмая строчка в рейтинге «ФИФА» трехкратный обладатель золотого мяча в составе «Разве можно недооценивать такую команду?» Тем не менее, масштаб португальцев в мировом футболе меньше, чем принято считать. Лучшие времена Португалии прошли на наших глазах. Нужно было, чтобы выросли и окрепли Луиш Фибу, Руи Кошта, Фернандо Коуту, Педру Паулета, чтобы мощный состав усилила восходящая звезда в лице Роналду, чтобы федерация добилась права на проведение дома чемпионата Европы. С 2000 года португальцы не пропустили ни одного крупного турнира и заставляют собой считаться примерно всех. Евро 2004 любой португалец вспоминает с горечью, но там Португалия хоть и уступила Греции, заняла второе место. На чемпионате мира шестого года португальцы дошли до полуфинала. На полях Украины и Польши также вошли в четверку сильнейших, только в серии пенальти, уступив будущим победителям. При просмотре составов сборной Португалии не отделаешься от ощущения, что перенесся в прошлые лет на 10. Сзади чистят Карвалью Пепе, в атаке все держится на Рональду, роль Джокера отведена Куарежме. Новых звезд у европейских бразильцев мало. На три турнира подряд Евро 2008, чемпионат мира в Южной Америке, Евро 2012 им пришлось пробиваться через стыковые матчи и каждый раз они давались португальцам все сложнее. Евро 2016 рискует стать последним большим турниром для 8-10 португальцев и уйти они захотят красиво. Жребий и присутствие в первой корзине подарили португальцам соперники Венгрию, Исландию и Австрию.